Смотрите сегодня в программе накануне. Быстрее, точнее, продуктивнее. Лаборанты уральской стали осваивают новое оборудование. Стратегический шаг. Бизнес-система «Металлоинвест» достигает своей цели. Капитальный ремонт как ступень к новым стандартам в области информационных технологий. Новотроицкая библиотека семейного чтения переживает второе рождение. На уральской стали реализуется крупный инвест-проект «Металлоинвеста» по развитию Центральной лаборатории комбината. Сюда приобретается современное высокоточное оборудование, которое позволит выполнять анализы сырья и образцов товарной продукции комбината быстрее и качественнее. Обновление началось в 2019 году. Сегодня для Центральной лаборатории уральской стали закуплено оборудование на сумму 103 миллиона рублей. Специалисты по рентгеноспектральному анализу Аглодоминой экспресс-лаборатории уже используют в работе современные шлифовальные полуавтоматические станки. Они сменили на посту технику с ручным управлением. Очень выручил у нас этот инвест-проект. Закупились эти станки у нас по две единицы. Есть возможность ремонтному персоналу взять в профилактику, в ремонт. Работает лаборант уже на другом станке. Новобранцы заметно ускорили процесс обработки деталей. Задача лаборанта – установить монолитную пробу в станок, задать программу и отследить процесс шлифования. После этого образец отправляется на анализ. Он проводится вот на таких современных приборах – рентген и флуоресцентных спектрометрах. С их помощью определяется состав продукции агломерационного и доменного производств, производится входной контроль железно-рудного сырья, а также аттестационные анализы товарного чугуна. Результат готов примерно через три минуты. Скоростью и качеством выполнения работ могут похвастаться и другие сотрудницы лаборатории. Людмила Кофейникова не скрывает – к старому оборудованию привыкла, но современному полуавтоматическому гидравлическому прессу рада. Работа на нем не вызывает никаких сложностей. «В пресс-форму насыпаем бурную кислоту для подложки пробы. Прессуем бурную кислоту пестиком, чтобы была ровная поверхность внутри. Тщательно перемешиваем пробы, насыпаем в пресс-форму. Ставим пуансон, закрываем, включаем станок». Пробы, доставленные в лабораторию в виде порошка, на рентгеноспектральный анализ отправятся в форме излучателя в специальной кассете. Еще один необходимый в работе лаборантов прибор – дисковая вибромельница. Она измельчает образцы чугуна. На посту сменила вот этот механический станок. Предшественник требовал от женщин лаборантов физической выносливости, внимательности и занимал больше рабочего времени. Новичок безопаснее и пользы от него на порядок больше. Проба получается более однородная, расхождения по химсоставу практически сведены к нулю, что очень важно при проведении аттестации проб товарного чугуна. Современное надежное оборудование – гарант качества выпускаемой продукции и главный помощник работников предприятий «Металлоинвеста». Именно поэтому компании ежегодно инвестируют в модернизацию своих комбинатов. «Металлоинвест» формирует новую производственную культуру на всех своих предприятиях. На Уральской стали обучение основам бизнес-системы охватит всех работников. Сегодня тренинги проводят руководители подразделений, начальники участков и мастера комбината – все те, кто еще совсем недавно сам был учеником и осваивал принципы и инструменты программы. Для максимального охвата персонал подразделений распределён на небольшие группы. Тренинги проводятся с учетом соблюдения всех противоэпидемиологических требований. Работа продолжается. Навигаторы заложили, скажем так, платформу для развития бизнес-системы в управлении. И теперь в дальнейшем совместно с руководителями цехов, участков продолжаем внедрять и развивать бизнес-систему. Суть обучения в том, чтобы донести и правильно рассказать каждому работнику, что целью развития бизнес-системы является повышение производительности, безопасности производства и улучшение качества нашей продукции. И что с внедрением всех инструментов бизнес-системы, если мы будем уметь правильно ими пользоваться, мы будем конкурентоспособными. Сегодня обучение проводится в электросталеплавильном листопрокатном цехах, в управлении по производству запасных частей. К концу недели эстафету подхватят в кислородно-компрессорном цехе, в цехе подготовки производства и других подразделениях. До конца года познакомить с задачами и инструментами программы планируется всех работников предприятия. На Уральской стали по тревоге эвакуировали персонал завода управления. На комбинате успешно проведена очередная тренировка по ликвидации чрезвычайной ситуации. В ней были задействованы ответственные лица по гражданской защите, дирекции по производству и безопасности, газоспасательные станции предприятия, пожарные промгассервиса, сотрудники уральского стража и скорой медицинской помощи. Подобные учения необходимы для отработки четких действий персонала предприятия. Здесь же оттачивается слаженность работы служб постоянной готовности при локализации ликвидации возгорания. По легенде учения произошло возгорание на одном из этажей с пострадавшим. Оперативно отработали службы постоянной готовности. Это пожарная часть, спасательная станция промгассервиса, которую организовали локализацию тушения пожара и спасение пострадавших. В целом силы и средства пожарной части привлекались до 5 единиц, в общем составом до 30 человек. Персонал эвакуирован, пострадавший спасен. Плановые учения прошли в соответствии с действующими стандартами. Общее время операции составило без малого 15 минут, что соответствует нормативному показателю при ликвидации ЧАЭС в высотном здании с массовым пребыванием людей. Подобные тренировки для работников Уральской стали не в новинку. Учебная тревога с различными наборами условных опасностей объявляется дважды в год. Тренировка плановая, приурочена также к штабной тренировке по гражданской обороне, всероссийской штабной тренировки. Также в рамках этой тренировки проведена проверка оборудования, систему локального оповещения. Все системы сработали штатно. В очередной раз учения показали высокий уровень готовности всех участников и их эффективное взаимодействие. Удовлетворительная оценка действий оперативных служб следствие планомерной профилактической работы, которой на предприятиях «Металлоинвеста» уделяется повышенное внимание. Более 16 миллионов рублей на капитальный ремонт Новотроицкой библиотеки семейного чтения выделила компания «Металлоинвест» в рамках социально-экономического партнерства с правительством региона и администрацией города. Четверть века она встречала своих читателей, что называется, в первозданном виде. А сегодня здание переживает свое второе рождение. По проекту хранилище литературных произведений изменит внешний и внутренний облик. Львиная доля работ уже позади. В настоящее время уже работы по демонтажу завершены. Идет установка окон. До конца года, скорее всего, к концу ноября, все работы будут выполнены. Строительные, отделочные и монтажные работы на социально значимом объекте ведутся параллельно. Утепляется фасад здания, расширяется функционал внутренних помещений, производится замена всех инженерных коммуникаций. Важно, что капитальный ремонт не только повысит комфорт внутреннего пространства, но и откроет новые перспективы в цифровом развитии библиотечной системы. Нам предоставится уникальная возможность поучаствовать в федеральном конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек. Потому что без наличия капитального ремонта библиотеки, без наличия дизайн-концепции, конечно, шансы очень и очень маленькие. Но благодаря такой поддержке у компании «Металлоинвест» администрации города мы хотя бы на небольшую ступень, но поднимемся. И у нас, конечно, появится больше шансов войти в список федеральных муниципальных библиотек именно на 2022 год. Модельные библиотеки – это образцовый учреждение, благоустроенный, согласно современным стандартам, использующий в работе новейшие информационные технологии. И у Новотроицкой библиотеки семейного чтения благодаря участию «Металлоинвеста» есть все шансы подняться на новый качественный уровень. Девятый детский сад Новотроицка – активный участник грантовых конкурсов «Металлоинвеста». Ежегодные победы в них помогли укрепить здоровье воспитанников и сделать их досуг интересным и полезным. В 2020-м педагоги пошли дальше и предложили на суд экспертов профориентационный проект «Город мастеров». Воплощают его тоже на грант-компании. Проект является продолжением. Детский сад три года назад участвовал уже в конкурсе «Детский сад года» по теме ранней профориентации дошкольников. И когда в этом году появилась такая возможность поучаствовать в грантовом конкурсе «Сделай вместе», мы решили, накопленный весь материал и опыт, внедрить и продолжить, расширить данное направление. И поэтому заявили себя в конкурсе. И наша идея была одобрена грантодателями. Мы очень благодарны компании «Металлоинвест» за поддержку наших идей, проектов. И, конечно, без их помощи было бы, конечно, очень сложно реализовывать свои смелые идеи. На средства гранта в саду был создан настоящий город профессий. В игровой форме воспитатели рассказывают детям о самых разных специальностях. Сказка маршака «Кошкин дом», например, помогла дошколятам перевоплотиться в спасателей. Пожарный или полицейский, врач или повар – эффектности таким перевоплощением добавляют костюмы, умело созданные в мастерской сада. Вовлекая дошколят в мир профессий, воспитатели надеются расширить их кругозор, сформировать навыки труда и уважения к работе взрослых. Все это должно способствовать раннему проявлению ребенка интереса и склонности к определенной профессии. Эти цели с педагогами разделяет компания «Металлоинвест». На средства гранта нами были закуплены мягкие модули. Это пожарная, скорая помощь, ГИБДД. И поэтому дети с удовольствием участвуют в играх, в развлечениях. Также нами запланированы экскурсии в музейный комплекс. Но в связи с временным карантином мы их немножко откладываем. Может быть, в январе-феврале обязательно будут экскурсии в музей, в пожарную часть у нас запланирована и в детскую поликлинику еще. В рамках проекта «Город мастеров» воспитанники детского сада побывают в мастерских Новотроицкого политехнического колледжа и строительного техникума, где познакомятся с профессиями каменщик, электрик, газовщик, машинист крана, автомеханик, парикмахер. С теми профессиями, которые востребованы в родном городе. Педагоги систематизируют накопленный опыт и поделятся с коллегами из других детских садов. Самолетом правит легчик, чинит кран, водопроводчик, трактор водит, тракторист, электричку, машинист. Коллектив теплоэлектроцентрали Уральской стали готовится к большой круглой дате. За плечами 70 лет трудовых рекордов и спортивных традиций. В середине прошлого века их заложили люди, о которых по сей день энергетики отзываются с теплом и уважением. Равнение на старших задает особый темп. Рабочие будни сменяют активные выходные, наполненные азартом и волей к победе. День рождения коллектив тоже отмечает по-спортивному. Я никогда не был спортсменом, но 30 лет назад, когда пришел на ТЭЦ, с тех пор я регулярно принимаю и спортивные праздники на воде. Сейчас я более такие виды спорта выбираю, которые неподвижные, шашки, дартс, стрельба из пневматического пистолета. На ТЭЦ достаточно крепкие традиции спортивных мероприятий, поэтому ребята, которые приходят к нам на ТЭЦ, которые не сидят сложа руки, принимают участие, вовлекаются не только в работу, но и в спортивные, и в массовые мероприятия. Тройка лидеров стрельбе из пневматического пистолета остается неизменной, который год подряд. В коллективе энергетиков самые меткие Николай Гривцов, Дмитрий Поляков и Андрей Серегин. Такое завидное постоянство во внутрицеховых соревнованиях подстегивает многих на достижения в турнирах посерьезнее. В рабочей спартакиаде Уральской стали спортсмены теплоэлектроцентрали нередко поднимаются на пьедестал почета. «Последние у нас были победы по бомбинтону. В мужском мы заняли второе место, в женском третье место. Потом наставленный теннис прошел недавно тоже. У нас в мужской команде второе место было. Рыбалка у нас тоже в призовых местах. Выявились новые люди, вот молодые, посмотрели, постребили лучше. На будущее на заметочку взяли». Спортивный зал оздоровительного комплекса «Металлург» после капитального обновления радушно встречает приверженцев здорового образа жизни. Коллектив «ТЭЦ» здесь частый гость. Сегодня на площадке две волейбольные команды. Каждую возглавляют опытные игроки Владимир Нижник и Дмитрий Поляков. Дружеская встреча получилась эмоциональной и зрелищной. «Совок – это эстафетная палочка. То есть первый участник команды. По команде старт. Стартует, добегает до бассейна, берет ведро, не касаясь шариков руками. Должен шарики все положить в ведро». На то они и веселые старты, чтобы участники получили максимум положительных эмоций. Оригинальные испытания, которые придумали организаторы, энергетики преодолели легко и весело. Соперники в спортивном зале, на рабочих местах – коллектив единомышленников. Коллектив, который накануне солидный для теплоэлектроцентральной даты, нацелен на новые достижения и на спортивной, и на производственной площадках. КОНЕЦ